Роберт Шекли. «Цивилизация статуса». Глава двадцать первая. Большой тюремный корабль плавно опустился и бесшумно коснулся почвы. Он тускло блестел в лучах полуденного солнца. Ощутимое доказательство могущества и неумолимости земли. Открылся люк, спустился трап, и на площадь сошли узники. Как обычно, на церемонию собралось почти все население Тетрахида. Барент пробился сквозь толпу и встал за цепочкой охранников. В кармане у него лежал иглолучевик, собранный специалистами группы 2 без единой металлической детали, которую могли бы обнаружить детекторы. Другие карманы также были набиты всяческими устройствами. По громкоговорителю объявили номера заключенных. Барент слушал и ждал начала отвлекающих действий. Голос в динамике зачитывал список. Осталось только десять номеров. Барент подался вперед. Голос продолжал бубнить. Осталось четыре номера. Три. Когда был объявлен номер последнего заключенного, бледное небо заволокла черная туча. Группа подожгла пустующие бараки на площади А2. Барент ждал. Вот оно. Оглушительный взрыв разметал два ряда пустых зданий. Ударная волна накатила на стоявших на площади. Не успели еще упасть обломки, как Барент сорвался с места. Второй и третий взрывы прозвучали, когда он был уже в тени корабля. Четвертый взрыв швырнул его на землю. Он мгновенно вскочил и кинулся в люк. Сюда еле доносились крики и приказы капитана охраны. Охрана построилась в ряды и, держа оружие на готове, спокойно отступала к кораблю. Барент повернул направо и побежал по длинному узкому коридору. Далеко позади слышались тяжелые шаги. Ряд пустых камер замыкала дверь с надписью «Для охраны». Зеленая лампочка над ней указывала, что воздушная система включена. Барент толкнул соседнюю дверь, оказавшуюся незапертой, и попал на склад каких-то механизмов. По коридору, громко разговаривая, прошагали охранники. «Как, по-твоему, что это за взрывы?» «Кто знает, они здесь все сумасшедшие». «Да им волю, взорвут всю планету». «Это точно. В этот раз обошлось без жертв. Подобный шум был лет пятнадцать назад, помнишь?» «Я тогда не сложил». «Еще похлеще было. Убили двоих наших и около сотни заключенных». «С чего это они вдруг?» «А кто их знает? Этим отщепенцам просто нравится взрывать все подряд. Как бы им не пришло в голову в следующий раз подорвать нас». «Думаешь?» «Все равно, скорее бы домой, на контрольный пункт». «Твоя правда, выбраться из этого корабля и пожить немного, как люди». «На контрольном пункте, конечно, неплохо, но я бы предпочел жить на земле». Последние из охранников вошли в комнату и закрыли дверь. Через некоторое время корабль вздрогнул. Полет начался. Баррент получил немало ценной информации. «Очевидно, вся охрана на контрольном пункте выходит. Значит ли это, что на борт поднимется другое подразделение?» «Возможно». И, безусловно, весь корабль обыщут. Скорее всего, это будет лишь формальный осмотр, так как до сих пор ни один узник не пытался бежать с Омеги. И все же надо продумать, куда скрыться на время проверки. Но это дело будущего. Он почувствовал, как стихает вибрация. Значит, корабль оторвался от Омеги. Что ж, он пробрался на борт незамеченным и направляется на землю. Пока все идет по плану. Прошло несколько часов. Баррент сидел на складе. Он страшно устал. Болели все суставы. В помещении стоял густой тяжелый запах. Баррент с трудом поднялся, подошел к вентиляционной решетке и поднес руку. Никакой струи. Вытянув из кармана небольшой датчик, он увидел, как быстро падает содержание кислорода в воздухе. Баррент осторожно приоткрыл дверь и выглянул наружу. Хотя его одежда была точной копией формой охранников, он понимал, что пройти мимо людей, прекрасно знающих друг друга, не удастся. Нужно найти укрытие. И воздух. Коридоры были пустынны. Из комнаты охраны слышался слабый шум голосов. Зеленая лампа ярко светила над дверью. Баррент шел дальше, начиная чувствовать первые признаки кислородного голодания. Группа предполагала, что система вентиляции функционирует во всех отделениях корабля. Теперь Барренту было ясно, что подача воздуха ограничивалась отсеками, где размещались экипаж и охрана. Голова разламывалась от боли. Ноги немели и отказывались повиноваться. Баррент попытался выработать план действий. Отделение экипажа, оказалось, давало ему наилучшие шансы. Даже если экипаж вооружен, то вряд ли готов к подобным осложнениям. Возможно, удастся взять офицеров на мушку. Возможно, он завладеет кораблем. Стоило попытаться. Надо было попытаться. В конце коридора Баррент уткнулся в лестницу. Он стал подниматься по безлюдным пролетам, пока не увидел указатель отсек управления. Баррент вытащил из кармана пластиковый иглолучевик и, шатаясь, побрел по коридору. Сознание мутилось. Перед глазами сгущались и рассеивались черные тени. Его одолевали приступы галлюцинаций, вспышки ужаса. Стены, казалось, начинали падать на голову. Внезапно он осознал, что ползет на четвереньках. Впереди маячила дверь с надписью «Рубка управления». Вход только членам экипажа. Коридор наполнился серым туманом. Он то прояснялся, то вновь сгущался. И Баррент понял, что в этом повинно его зрение. Он заставил себя подняться на ноги и, приготовив иглолучевик, нажал на дверную ручку. Но когда дверь открылась, в глазах у него потемнело. Ему показалось, что перед ним мелькнули изумленные лица. Послышался крик «Смотрите, он вооружен!». Затем все поглотила тьма. И он полетел куда-то вперед, в бесконечность. Глава двадцать вторая. Сознание вернулось к Барренту внезапно и полностью. Он сел и обнаружил, что ввалился в рулевую рубку. Металлическая дверь была закрыта, дышалась без труда. Никого из членов команды не было. Вероятно, ушли за охраной, решив, что он так и будет лежать без сознания. Шатаясь, Баррент встал на ноги, машинально подобрав свой иглолучевик. Он внимательно осмотрел оружие и нахмурился. Почему его оставили одного? Вооруженного. В жизненно важном центре. Он попытался вспомнить лица, который видел перед тем, как упасть. Но появились лишь какие-то смутные воспоминания, неясные и расплывчатые фигуры с потусторонними голосами. А были ли здесь вообще люди? Чем больше он думал об этом, тем больше убеждался, что вызвал их образы из своего затухающего сознания. Здесь никого не было. Он один в центре нервной системы корабля. Баррент подошел к главному пульту управления, разделенному на 10 секций. На каждой из них ряды индикаторов, тоненькие стрелки которых указывали на непонятные цифры. Поблескивали переключатели, штурвалы, рястаты, рычаги. Баррент медленно двигался вдоль секций, наблюдая, как узор из огоньков пульсирует на стенах и перебегает на потолок. Последняя секция, очевидно, была контрольной. На табло «Координация», «Ручная автоматическая», «Потайная лампочка» высвечивало слово «Автоматическая». Рядом были аналогичные экраны для навигации, обзора, контроля за столкновениями, выхода и входа в субпространство, в обычное пространство, а также для посадки. Все настроены на автоматический режим. Далее он обнаружил программный отсек, выдавший ему отчет о течении полета. До контрольного пункта оставалось 29 часов 4 минуты и 51 секунда. Остановка 3 часа. От контрольного пункта до земли 480 часов. Пульт управления поблескивал огоньками и тихонько гудел, спокойный и независимый. У Баррента появилось ощущение, что присутствие человека в этом машинном храме – святотатство. Он проверил систему вентиляции. Автоматы поддерживали подачу воздуха в размерах, необходимых для единственного человеческого существа, находящегося в помещении. Но где же экипаж? Безусловно. Автоматизация управления гигантским кораблем необходима. Такой сложный организм должен быть саморегулирующимся. Но построили его люди. И люди создали программы. Почему же нет людей, чтобы корректировать их в случае необходимости? Предположим, что возникла необходимость миновать контрольный пункт и направиться прямо к земле. Предположим, чрезвычайно важно вообще изменить пункт назначения. Что тогда? Кто внесет изменения в курс? Кто будет управлять кораблем? Баррент осмотрел контрольную рубку, нашел обнаруженный в шкафчике респиратор и вышел в коридор. После долгих блужданий он наткнулся на дверь с табличкой для команды. Внутри было чисто и голо. Аккуратными рядами стояли койки, без простыней и покрывал. В шкафах не было одежды. Нигде никаких личных предметов. Ни здесь, ни в помещениях для офицеров и капитана Баррент не нашел следов недавнего присутствия людей. Он вернулся в рубку. Теперь было ясно, что на корабле экипажа нет. Очевидно, власти на земле так уверены в нерушимости рутины и надежности приборов, что сочли команду излишней. Возможно. Но Барренту это показалось слишком уж большой беспечностью. Что-то очень странное творилось на земле, если космическим кораблям позволено летать без надзора. Он решил отложить выводы до тех пор, пока не получит больше фактов. В настоящий момент необходимо позаботиться о самом себе. В карманах у него была концентрированная пища. Но воды он много с собой взять не мог. Окажутся ли запасы на корабле без команды? Ему еще нужно было помнить об охране на нижней палубе. О приближении контрольного пункта и о многом-многом другом. Баррент обнаружил, что ему не требуется прибегать к своим запасам. Машины выдавали разнообразное питание и напитки, и стоило лишь нажать на кнопку. Натуральная эта пища или синтезированная Баррент не знал, но на вкус она была превосходна. Он исследовал верхние уровни корабля и, несколько раз заблудившись, решил больше не рисковать. Жизненный центр корабля был в рубке управления, и Баррент остался там. Он нашел иллюминатор и, активизировав механизмы, которые убирали заслонки, любовался мерцанием звезд в необъятной тьме космоса. Звезды уходили в бесконечность, поражая воображение. Глядя на них, Баррент почувствовал прилив гордости. Он был их составной частью. Все эти неизвестные звезды принадлежали ему. По мере приближения к контрольному пункту, к жизни пробуждались новые части пульта управления, возрождая дремавшие силы, проверяя корабль перед приземлением. За три с половиной часа до посадки Баррент сделал интересное открытие. Он нашел центральную систему связи и, включив ее на прием, мог слушать разговоры в комнате охраны. Впрочем, ничего важного он не узнал. То ли из осторожности, то ли от равнодушия охранники не обсуждали политику. Вся их жизнь, кроме периодов службы на корабле, протекала на контрольном пункте. Что-то из того, о чем они говорили, Баррент совершенно не понимал, но продолжал слушать, не пропуская ни единого слова. Ты когда-нибудь купался во Флориде? Не люблю соленую воду. Перед тем, как меня призвали в охрану, я выиграл третий приз на фестивале в Дейтоне. Когда выйду в отставку, куплю виллу в Антарктике. Сколько тебе еще осталось? Восемнадцать лет. Да, кому-то ведь надо это делать. Но почему я? И почему без отпуска на земле? Ты же знаешь, преступление есть болезнь, оно заразно. Ну и что? А то, что имея дело с преступниками, ты подвергаешься опасности заражения и сам можешь заразить кого-нибудь на земле. Так нечестно. Иначе нельзя. Эти ученые знают, о чем говорят. Кроме того, на контрольном пункте не так уж плохо. Если любишь все искусственное, воздух, семью, пищу, ты требуешь слишком многого. Твоя семья здесь. Они тоже хотят вернуться на землю. Ученые говорят, после пяти лет на контрольном пункте на земле нам не выдержать. Гравитация одолеет. Я ее сам одолею. В любой момент. Из этих разговоров Баррент понял, что мрачноликие охранники – такие же человеческие существа, как и заключенные. Большинство не любили свою работу и, как омегиане, жаждали вернуться на землю. Он отложил полученную информацию на потом. Корабль достиг контрольного пункта. Гигантская панель управления пульсировала и мерцала огнями, готовясь к сложному входу в док. Наконец маневры были завершены, и двигатели замолчали. По коммуникационной системе Баррент слышал, как охранники выходили из комнаты. Он последовал за ними по коридорам к люку и уловил, как последний из них, выходя из корабля, сказал «Вот и проверка идет! Ну, как дела, ребята?» Ответа не последовало. Охрана ушла. А коридоры заполнил новый звук. Тяжелая поступь тех, кто шел на проверку. Их было много. Они начали с машинного отделения и методично двинулись вверх, открывая каждую дверь, осматривая каждый заковолок. Баррент сжал иглолучевик в потной руке и лихорадочно стал соображать, где можно спрятаться. Единственным решением казалось обойти их и укрыться в уже обысканном месте. Он натянул на лицо респиратор и вышел в коридор. Глава 23. Получасом позже Баррент еще не придумал, как увернуться от проверки. Бригада закончила осмотр нижних уровней и продвигалась на палубу с рубкой управления. Шаги гулка отдавались в проходах. Баррент шел впереди, сохраняя дистанцию в 100 ярдов, и пытался найти убежище. В конце этого коридора должна была быть лестница, по которой можно спуститься на другой, уже обысканный уровень. Баррент заторопился, надеясь, что лестница действительно есть. Он имел лишь самое приблизительное представление о конструкции корабля. Если он ошибается, то попадет в ловушку. Он дошел до конца коридора и увидел лестницу. Сзади приближались шаги. Баррент побежал вниз, оглянулся через плечо и налетел на чью-то грудь. Он моментально отпрянул, готовый выстрелить в массивную фигуру, но удержался. Фигура была явно нечеловеческой. Перед ним стояло существо, семи футов росту, одетое в черную форму с надписью «Впереди». Бригада инспекции. Андроид Б-212. Его лицо, высеченное из молочно-розового пластика, напоминало человеческое. Глаза светились глубоким красным огнем. Покачиваясь, осторожно переставляя ноги, Андроид медленно надвигался на Баррента, глядя прямо перед собой. Баррент попятился, сомневаясь, что иглолучевик тут поможет. Ему не пришлось выяснять это на опыте, потому что Андроид, не обращая ни на что внимания, стал подниматься по лестнице. На его спине оказалась надпись «Санитарный контроль». Этот Андроид, понял Баррент, запрограммирован только на крыс и мышей. Присутствие на борту безбилетного пассажира его не касается. Возможно, остальные Андроиды тоже специализированы. Баррент ждал в пустом помещении на нижнем уровне. А когда услышал, что Андроиды ушли, поспешил обратно в рулевую рубку. Точно по расписанию корабль взлетел. Пункт назначения – Земля. Полет был непримечательным. Баррент ел, спал и, пока корабль не вошел в подпространство, смотрел на звезды. Он пытался вспомнить планету, к которой приближался, но в памяти не возникало никаких образов. Что это за люди, которые строят гигантские космические корабли и не могут снабдить их экипажем? Почему они посылают проверку и одновременно ограничивают ее возможности путем предельно узкой специализации? Почему они высылают заметную часть своего населения и не могут установить контроль над условиями жизни остальных? Зачем стирают из памяти заключенных все сведения о Земле? Часы в рубке управления упорно отмеряли секунды и минуты путешествия. Корабль вышел из-под пространства и, тормозя, облетел зелено-голубой мир, на который Баррент смотрел со смешанным чувством. Ему не верилось, что он наконец-то возвращается на Землю. Глава двадцать четвертая Корабль приземлился в чудесный солнечный полдень где-то на североамериканском континенте. Баррент рассчитывал остаться в нем до темноты, но на экранах зажглась надпись «Просим пассажиров и экипаж немедленно сойти. Через двадцать минут на корабле начнется полная дезинфекция». Он не знал, что подразумевается под полной дезинфекцией. Но так как категорически предписывалось выйти, респиратор вряд ли мог обеспечить безопасность. Из двух зол меньшим казалось покинуть корабль. Члены группы два много думали о том, как следует быть одетым Барренту по прибытии на Землю. Эти первые минуты могут оказаться решающими. В случае грубой ошибки не спасет никакая хитрость. А группа не знала, что носили на родной планете. Одни настаивали на специальной модели. Другие утверждали, что на Земле прекрасно сойдет и форма охранника. Сам Баррент поддерживал третье мнение, согласно которому наилучшей окажется одежда из одного куска материи, как претерпевающая, меньше всего изменений от капризов моды. В городах, конечно, такой наряд мог показаться необычным, но сейчас предстояло выйти на посадочное поле. Он быстро скинул форму и остался в легкой накидке. После некоторых сомнений, Баррент решил не бросать оружие на корабле. Проверка все равно обнаружит его, а с иглолучевиком хоть и есть шанс отбиться от полиции. Он сделал глубокий вдох и спустился по трапу. Не было никакой охраны. Не было таможенных чиновников. Не было особых подразделений. Не было армейских частей и полиции. Вообще никого не было. Далеко-далеко, на противоположном конце широкого поля, виднелись другие корабли. А прямо напротив распахнутые ворота ограды. Баррент пересек поле быстро, но без спешки. Он не имел ни малейшего представления, почему все так просто. Очевидно, секретная полиция на земле действует более тонкими методами. В ворот, словно дожидаясь его, стояли лысоватый мужчина и мальчик лет десяти. Барренту не верилось, что это государственные служащие. И все же... Кто знает эту землю? Он прошел в ворота. — Простите! — обратился к нему мужчина, держа мальчика за руку. — Я видел, как вы выходили из корабля. Не возражаете, если я задам вам несколько вопросов? — Конечно, — сказал Баррент, опуская руку в карман с иглолучевиком. Теперь он был уверен, что лысый агент полиции. Немного смущало лишь присутствие ребенка. Если тот не ученик полицейской академии. — Дело в том, — начал мужчина, — что мой Ронни собирается писать диссертацию на степень магистра десятой ступени о космических кораблях. — Я захотел увидеть один из них, — добавил Ронни. — Худосочный мальчик с изможденным смышленым лицом. — Да, — подтвердил мужчина. — Я говорил ему, что это необязательно. Ведь все факты и картинки есть в энциклопедии. Но он сам захотел увидеть. — Так будет нагляднее, — вставил Ронни. — Безусловно, — произнес Барент, энергично кивая. Он начал сомневаться в своих выводах. Для агентов тайной полиции эти люди выбрали слишком замысловатый путь. — Вы работаете на кораблях? — спросил Ронни. — Да. — Как быстро они летают? — В подпространстве, — уточнил Барент. Этот вопрос, казалось, сбил Ронни с толку. Он выпетил нижнюю губу и притянул. — О-о-о! Я и не знал, что они ходят в подпространстве, — парнишка задумался. — Между прочим, я не знаю, что такое подпространство. Барент и отец мальчика понимающе улыбнулись. — Хорошо, — продолжал Ронни. — А с какой скоростью они летят в обычном пространстве? — Сто тысяч миль в час, — сказал Барент, называя первую попавшуюся цифру. Мальчик кивнул, его отец тоже. — Очень быстро, — заметил отец. — В подпространстве гораздо быстрее, конечно, — сказал Барент. — Конечно, — подтвердил мужчина. — Корабли летают очень быстро, иначе нельзя. Они покрывают большие расстояния. — Ведь верно, сэр? — Очень большие расстояния, — согласился Барент. — А их источники энергии? — поинтересовался Ронни. — Обычные, — ответил ему Барент. — В прошлом году мы установили триплексные усилители. Но их скорее следует отнести к разряду вспомогательных мощностей. — Я слышал об этих триплексных усилителях, — заметил мужчина. — Замечательная вещь. — Ничего, подходящее, — со знанием дела сказал Барент. Теперь он был уверен, что это рядовой гражданин, ничего не смыслящий в звездоплавании. — Откуда вы берете воздух? — спросил Ронни. — Производим собственный, — охотно объяснил Барент. — Намного труднее с водой. Она, как известно, несжимаема. Поэтому ею трудно запастись в достаточных количествах. Ну, и еще остается проблема навигации, когда корабль выходит из-под пространства. Что такое подпространство? Всего лишь другой уровень пространства. Но это есть в энциклопедии. — Конечно. — Поищешь в энциклопедии, — наставительно сказал отец мальчика. — Мы не можем больше задерживать пилота. У него, безусловно, много важных дел. — Да, я тороплюсь, — согласился Барент. — А вы осмотрите здесь все, что хотите. — Удачи с диссертацией, Ронни. Барент зашагал прочь, все время ожидая окрика или выстрела. Но когда Ярдов через пятьдесят он обернулся, отец и сын уже честно изучали гигантскую ракету. Пока все шло гладко. Подозрительно гладко. Дорога вела мимо складских помещений и ангаров к лесу. Барент шагал по ней, пока космопорт не скрылся из виду. Затем свернул на опушку. Он уже достаточно пообщался с людьми для первого дня на Омеге. Нельзя испытывать судьбу. Надо все обдумать, переночевать в лесу, а утром выйти в город. Он пробрался через густой подлесок и углубился в тенистую рощу с дубами-великанами. Вокруг щебетала, чирикала и суетилась невидимая птичья и звериная жизнь. Впереди на дереве белел большой указатель. Барент подошел поближе и прочел. Национальный парк лесной дол. Добро пожаловать на пикник. Барент был несколько разочарован. Хотя и понимал, что рядом с космопортом вряд ли могла быть настоящая девственная природа. Не исключено, что на такой старой и высоко развитой планете, как Земля, вообще не осталось нетронутых мест, кроме тех, что сохранялись в виде заповедников. Солнце садилось за горизонт, в воздухе повеяло прохладой. Барент нашел удобное место под гигантским дубом, сгреб подстилку из листьев и улегся, томясь тревожными вопросами. Почему в таком важном центре, как космопорт, не оказалось охраны? Значит, меры безопасности проявляются позже? В городах? Или он уже находится под наблюдением изощренной шпионской системы? «Добрый вечер!» – произнес голос над его правым ухом. Барент судорожно дернулся, а рука потянулась к оружию. «И это воистину приятный вечер!» – продолжал голос. «Здесь, в национальном парке лесной дол. Температура воздуха 71,2 градуса по Фаренгейту. Влажность 23%, давление 29,9%. Бывалые туристы, я уверен, уже узнали мой голос. Но о новым любителям природы мне хотелось бы представиться. Я дубняк, ваш старый верный дуб. Позвольте приветствовать вас в национальном парке!» Сидя в сгущающихся сумерках, Барент огляделся по сторонам. Голос и в самом деле, казалось, исходил от гигантского дуба. «Наслаждение природой», – продолжал дубняк, – «теперь доступно каждому. Вы можете отдыхать в полном уединении, находясь в десяти минутах ходьбы от общественного транспорта. Тем, кто не жаждет одиночества, мы предлагаем туристические маршруты в сопровождении гида по доступной цене. Не забудьте рассказать своим знакомым о гостеприимном национальном парке, который с радостью встретит всех любителей природы». В дереве открылась панель, и из ствола выскользнули раскладушка, термос и пакет с ужином. «Желаю вам приятного вечера», – бархатно проговорил дубняк. «О, природа! Восхитительное великолепие страны чудес!» «А теперь Национальный симфонический оркестр под управлением Оттера Крага исполнит вам «Горные долины Эрнесто Нестричало» в записи Североамериканской радиокомпании. Всего доброго!» Из скрытых динамиков полилась музыка. Баррент почесал затылок, затем, решив принимать все, как оно есть, съел ужин, выпил кофе из термоса, поставил раскладушку и улегся. Засыпая, он размышлял о звукооснащенном благоустроенном лесе со всеми удобствами и не далее, чем в десяти минутах от общественного транспорта. Земля делала многое для своих обитателей. «Очевидно, им это нравится. Или нет? Может быть, его заманивают в хитрую западню?» Музыка затихла, слившись с шорохом ветерка в листьях. И Баррент уснул. Музыка затихла, слившись с chaplainцией.